Люди всегда хотят отдыхать и всегда хотят кушать. Сам Бог велел это в Крыму делать, просто чтобы не было там коррупции. Если не будет коррупции, и показательно сделать такую зону, что вот там нет коррупции, все с чистого листа. Кредиты мизерные. Дайте людям, чтобы они начали работать. Надо за границей приведите специалистов, надо из России пусть приедут. Опять свой же Крым. Чтобы не было коррупции. Кушать и отдыхать всегда хотели, хотят и будут хотеть. Это замечательный край, это замечательный уголок земли. Нереально. Просто самое главное не засорять. Там не строить какие-то там токсичные заводы. Нельзя это. Просто ее надо как показательное, вот это и есть главное. Она с нами, видите во что она превратилась? В рай превратилась. Вот это надо показать всему миру. Что это показательное. Вот они вернулись обратно в Россию. Они сами захотели. Никто же им пушку уже не поставил. Сами все вернулись обратно в свою же большую родину. Вот. И думать о этой родине. Опять таки. Думаться о их пенсионерах. Думаться о бюджетниках. И самое главное, что не было коррупции. И строить, строить, развивать именно отдых и сельское хозяйство. Там все для этого. Ничего не надо выдумать. Бог уже все сделал. И сделать исторические какие-то там походы, там туристические. Там очень много интересного. Там просто исторически просто уже интересно. Это надо делать культ. Надо это развивать. Надо, чтобы весь мир просто посмотрел другими глазами на это. Не просто там какие-то белящие чебуреки. А это, чтобы это было реально. Ну, обязательно надо, чтобы была взаимная олимпиада, чтобы что-то построить. Это надо просто, это гораздо больше сейчас. Несмотря на мою любовь и уважение к Сочи и то, что там сделано. Вот то, что осталось. Но это, я думаю, что сейчас важнее. Это политический момент. Когда ты берешь ответственность, и все говорят, да, слава Богу, что мы это сделали. Вот сами крымчане говорят, слава Богу, что мы сделали этот шаг. И спасибо Богу, что он нас... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!